Военно-политический обозреватель группы информационного сопротивления Александр Коваленко присоединяется к прямому эфиру телеканала Freedom. Александр, здравствуйте. Мы, как всегда, приветствуем вас в наших эфирах. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, ну что ж, только что мы лицезрели сюжет относительно будущего пакета военной помощи со стороны Швеции. Там, в частности, речь идет о боевых катерах, подводном оружии. Вот по вашей информации, вот из всей этой техники, которая будет передана Украине, как она в итоге сможет изменить ситуацию в Черном море? И вообще, что думаете в целом об этом пакете военной помощи со стороны Швеции? В целом, практически каждый элемент этой номенклатуры будет использован не только для Черного моря, там и сухопутная компонента, довольно-таки существенно, особенно ББМ-СВ-90, которые себя показали как одни из наиболее защищенных и высокоэффективных средств. Кроме всего, и торпедное вооружение, и другие элементы уже, которые могут быть применены для морского боя. Комплексно охвачена как морская компонента, так и сухопутная. Очень важная на сегодняшний день для усиления наших возможностей на сухопутном вопросе, так и чтобы мы могли продолжать доминировать на море, доставать, скажем так, российских оккупантов не только в районе Севастополя, южного побережья полуострова Крым, но и дальше, туда, куда они бежали из самого Севастополя, а именно аж до самого Новороссийска. Александр, интересно, уточните, пожалуйста, про вот эти легкие торпеды, которые якобы передают. Что это за оружие, что оно из себя представляет, насколько мощное? И такой вот вопрос, а с чего их запускать можно, и с чего их запускать будет Украина? А вот это очень интересный, кстати, вопрос, поскольку сами по себе эти торпеды могут быть универсальными в применении, то есть там нет какой-то абсолютно жесткой привязки к определенному носителю, к определенной пусковой, ее можно универсально интегрировать, это может быть малый ракетный катер, это может быть малый ракетный корабль, и это может быть совершенно универсальная, абсолютно платформа. Потому не исключаю, что может в ближайшее время появиться модификация неких безэкипажных катеров, которые будут на вооружении иметь соответствующую компоненту, торпеды и наносить удары по российским военным кораблям на дистанции определенной в несколько километров, до 10 километров, именно с тех дистанций, с которых противодействовать безэкипажным катерам российские корабли не смогут, поскольку на сегодняшний день основные средства противодействия и защиты нашим безэкипажным катерам со стороны российских военных кораблей, это их бортовое вооружение. У них нет другой возможности противодействовать. А это бортовое вооружение, оно эффективно на определенных дистанциях. Зачастую это сотни метров от самого корабля. То есть после того, как визуально фиксируется и сопровождается цель, по ней открывается огонь. Если цель не приближается к самому кораблю, а наносит удар на расстоянии в несколько километров, то она недостижима для противодействия самим же кораблем. Но еще остаются вертолеты или самолеты. Иногда и с их помощью россияне пытаются защищать свои корабли. Но уже даже при наличии такой возможности защищаться, понятно, что действительно может привести передача такого вооружения к действительно революционным изменениям. Но скажите, смогут ли эти торпеды достать в первую очередь ракетные катера, которые обстреливают Украину калибрами, и подводные лодки, там одна или несколько, которые также запускают эти калибры? Все зависит от того, если мы говорим о подводной лодке, в каком она будет в состоянии. Вести подводные бои вряд ли нам удастся вылавливать их. А вот если они находятся в надводном состоянии, то вполне возможно нанесение удара торпедой. Мы же одну такую подводную лодку уже споймали, вообще не свойственным для этого вооружением, а именно ракетой Storm Shadow в Сухом Доке в Севастополе. И это был уникальный случай вообще в истории. Никогда ранее в истории войны и конфликтов подводная лодка не уничтожалась крылатой ракетой класса воздух-поверхность. В целом же данные торпеды представляют собой серьезную угрозу для российских малых ракетных катеров, тогда же я скажу больше. Они даже и для корвета, и для уровня корвета, и для любого надводного объекта не представляют угрозу, поскольку повреждение корпуса, даже большого тоннажа корабля, например, большого десантного корабля водоизмещением 4000 тонн, это все равно серьезная угроза, требующая последующего ремонта этого корабля, то есть выведения его из боеспособного состояния. Александр, двигаемся далее. Работаем с вами сейчас в прямом эфире. И вот свежая информация, которая, безусловно, заслуживает на детальный анализ. Итак, немецкий Бундестаг поддержал подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Ну и тут, конечно же, небольшая ремарка. Крылатые ракеты «Таурус» в предложении прямо не упоминаются. Знаете, даже вопрос не в том, получим мы «Таурус» или нет. Очень, конечно, этого ждем. Но, тем не менее, кроме «Таурусов», вообще, какое вооружение мы можем получить? Что означает предоставить дальнобойные системы Киеву? Расшифруйте, пожалуйста, что это может быть? Мы запрашивали в основном именно «Таурусы» в этом вопросе. С другой стороны, может быть, поднят вопрос о предоставлении иных средств поражения с достаточной дальностью поражения цели. Хотя «Таурус» — это наиболее новая ракета, я думаю, что на складах в Германии можно обнаружить аналогично довольно-таки интересные вариации разного рода вооружения дальнобойного, которым пользовалась Германия на протяжении минувших десятилетий, которое было выведено из состава «Гундесвера». С другой стороны, все же, это, мне кажется, такая игра слов для того, чтобы напрямую не упоминать сам «Таурус», саму ракету, а называть ее более размытым. Дальнобойное средство. Ну и насколько подобные дальнобойные средства могут быть эффективными? Вчера мы увидели, когда появилось видео удара в Херсонской области, я так понимаю, дальнобойным вооружением по скоплению сил врага. Информацию подтвердили украинские силы обороны. Действительно, Наталья Гуменюк рассказала, что трижды повторили этот удар, так сказать, для закрепления. Российские военные собирались оттуда на зачистку в Крынке. Ну и еще некоторые подробности о том, что под удар попали русские 328-й десантно-штурмовой бригады, я так понимаю. Что об этом можете сказать? Насколько это важная, удачная операция? И может быть, таких операций на самом деле много? Просто вот видео впервые такое появилось и вызвало определенный резонанс. Это результат того, что российская армия продолжает действовать по принципу построения парадов и прочей совковости. У них не меняется со времен Советского Союза ни стиль наступления, ни стиль обороны, ни стиль вообще будничных взаимоотношений внутри подразделений. То есть приезжает высокий гость, назовем это так, генерал или еще более высокопоставленное персоналие. Всем нужно срочно построиться на плацу. Нет плаца, строимся в открытом поле. Невзирая на то, что это может быть 7, 10, 15 километров от линии боестолкновений, генерал же едет. В принципе, это было, есть и будет. Это уже третий случай за только эту неделю, как накрываются вот такие вот скопления людского ресурса. И, в принципе, я думаю, что они возьмут некоторую паузу. Мне кажется, все-таки получится ответствующее указание, чтобы не устраивать такой перформанс. Хотя, с другой стороны, я помню еще 2023 год, 2022 год, как в Херсонской области, на Кенбургской косе практически каждое утро россияне устраивали построение, утреннее построение. Потом их просто в один прекрасный день мы с артиллерией накрыли с правого берега силой обороны Украины и подловили именно на таком моменте. То есть, они ничему не учатся, они не лечатся. В какой-то момент могут взять паузу, но, в принципе, продолжать будут и в дальнейшем, чего и мы желаем. Хорошо, хорошая тенденция. Александр, небольшое уточнение, возможно, у вас есть какая-то информация на сей счет. Говорят, что там на Херсонщине во время вот этого удара, поражения, ну, точнее, давайте называть вещи своими именами, были ликвидированы представители российского генералитета, военные чины и так далее. Есть какая-то информация у вас на сей счет? В районе Волновахи, знаю, что был убит один из командиров. В селе Трудовское, да, наверное, вот в этом районе? Да, да. А вот про Херсонскую область пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть о том, что была ликвидация высшего офицерского состава. Александр, тогда хотелось бы с вами обсудить еще вот какой момент. Мы в эфире телеканала Freedom всегда подаем нашим зрителям объективную проверенную информацию. Если анализируем события, то делаем это объективно. И вот сейчас очень хотим вашего анализа. Близится 24 февраля уже 2024 года, вторая годовщина полномасштабного вторжения. И сейчас очень много разговоров о том, что Российская Федерация готовит сухопутную операцию на Киев, Харьков, Чернигов. Очень много где-то такие тревожные новости разгоняются. Мы прекрасно понимаем, что с врагом всегда надо быть очень внимательным, тем более с таким подлым и циничным, как Российская Федерация нынешняя. Но, тем не менее, объективно говоря, есть ли сейчас резервы, силы, возможности у армии врага для подобного рода наступлений? Спрашиваем у вас, как у человека, который постоянно держит руку на пульсе событий. Нет. У них нет сейчас ресурса для того, чтобы начинать наступление, например, на Киев. У них нет ресурса для того, чтобы наступать на Чернигов, на Сумы или на Харьков. Если такой ресурс начнет скапливаться и формироваться, соответственно, ударные группировки для таких действий, это невозможно сделать незаметно, и это существенный потенциал. Я просто приведу хотя бы такой пример по возможностям российским на сегодняшний день. Это Авдеев. Авдеевка – это самый яркий пример. Четыре с половиной месяца было потрачено на то, чтобы захватить маленький городок площадью 29 квадратных километров. При этом российские войска за время этого наступления потеряли людского ресурса больше и механизированного ресурса больше, чем было потеряно за время наступления на Киев в 2022 году. То есть сравнение на наступления на Киев и Авдеев. Это говорит о том, какие у них сейчас есть возможности по наступательным действиям и какой ценой они могут наступать. Следовательно, если мы проведем сравнение с таким городом, как Харьков, Сумы, Чернигов, то из этого можно сделать приблизительные выводы того, какой им нужен ресурс сконцентрировать возле границы для того, чтобы начать подобного рода наступательную операцию. Пиковое значение наступления на Авдеевку ресурса составляло 60 тысяч личного состава. Это пиковый показатель наступательной операции на Авдеев у россиян. Ну, возьмем теперь город Харьков и представим, сколько россиянам нужно ресурсов для того, чтобы дойти до Харькова. Да, в Авдеевке там было 2 километра, кстати. 2 километра, а с юга это вообще была постоянная линия боестолкновений с 2014 года. 500 метров серой зоны. Сколько нужно им ресурсов, чтобы дойти до Харькова? Первый момент. Второй момент, чтобы подойти и начать боевые действия хотя бы на окраинах города без его окружения. То есть это должен быть ресурс в разы больше, чем тот, который концентрировался при наступлении на Авдеевку. Такого количества ресурса у границы, даже если просуммировать всю группу контроля границы, это группа войск Брянск, Курск и Белгород, там даже такого количества нет. То есть разгон информации о том, что готовится вот-вот наступление Киев-Харьков, это вражеское ИВСО, правильно? Экологическое давление. То есть мы его должны четко маркировать, чтобы люди понимали, что не стоит в это верить, и собирать вещи и уезжать, или другие меры предпринимать. — Это не отменяет того, что они попытаются на 24 февраля в ближайшее время устроить террористические удары. Это не отменяет. То есть терроризм — это у них конек, это их кредо. А вот что до масштабных наступательных действий в направлении этих городов, у них нет ресурса, чтобы его осуществить. — Хотелось бы с вами, Александр, еще обсудить ситуацию вокруг Часового Яра, Бахмутское направление фронта. Скажите, пожалуйста, вот по вашей информации, хотелось бы уточнить, какая именно оперативная обстановка именно в этом регионе сейчас. Что сейчас представляет собой война в районе Часового Яра? — Напряженно-опасно. Для россиян это один из важных объектов для наступательных действий. Но они пока его полноценно потянуть не могут. У них рассредоточены сейчас штурмовые действия в направлении Часового Яра в районе Богдановки, в районе Ивановского, а также в направлении Клещевки и Андреевки. То есть основные направления таковые. Они не имеют пока там каких-то существенных достижений. В Ивановской они так и не зашли, с Богдановкой вопрос так и не решили, Клещевку и Андреевку так и не отбили. Но постоянными штурмовыми действиями они пытаются сформировать условия для последующих более интенсивных действий уже в самом секторе и в направлении непосредственно Часового Яра с перспективы. То есть у них выработана сейчас системность постоянных, непрекращающихся, как форма давления штурмовых действий по этим населенным пунктам. Это все необходимо для того, чтобы со временем, когда освободится ресурс, будет дополнительный ресурс, давление было усилено. И фактически это бы в некотором смысле катализировало бы процесс прорыва обороны уже на тот момент истощившихся ресурсов защитников данных населенных пунктов. Фактически можно говорить о том, что Россия может катализировать эти процессы во второй половине 2024 года, ближе к осени, либо в осенний период. Александр, спасибо вам большое за включение, за этот анализ. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok